Это тот редкий случай, когда экспонаты можно потрогать руками, вреда им это не принесет никакого. Кузнец Олег Новиков родился и живет в Костроме. То, что в Видном открылась выставка его работ, буквально дело случая. Он приехал в наш город, у него друзья. Он пришел посмотреть на наши выставки, у нас проходила художественная выставка. Мы провели ему экскурсию и разговорились, и оказалось, что вот он такой замечательный художественный кузнец. Нам захотелось показать его творчество, контакты мы наладили, и вот получилось так, что в этом году его выставка. Работы художника украшают частные дома и административные здания в десятках российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. А потому многие изделия мастера здесь показаны на снимках. Умение из такого непростого материала делать вот такие сложные детали, в том числе за фотографию, там я смотрю, это, конечно, всегда восхищает. Восхищает прежде всего тем, что есть же такие умельцы, которые это могут сделать. И поэтому мы очень рады, что в городе у нас будет такая выставка, что жители могут познакомиться с ней. На выставке «Вкус стали» представлено 46 фотографий работ Олега Новикова и 9 изделий. Это скульптуры, панно, предметы интерьера. По традиции первую экскурсию по экспозиции проводит сам автор. Это вот моя как бы дань нашему великому писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Я называю это панно там на неведомых дорожках. То есть здесь образ дуба, зверей каких-то, облеченных в деревянную такую форму. Изделия Олега Новикова прекрасно гармонируют с картинами другой выставки, тоже открытой недавно. Сам мастер признается, есть работа для денег, а есть для души. Хотя часто получается совмещать. Решетки и всевозможные балконы и ограды, да, и лестницы – это уже пройденный этап. Я уже их, что называется, наелся и заработал основные свои деньги на них, на этих работах. А вот, скажем, парковая скульптура, да, или вот какие-то творческие выставочные вещи, они вот близкие, вот именно греют просто вот. То есть они с великим удовольствием мной изготавливаются. Олег Новиков – постоянный участник областных, региональных, всероссийских выставок, в том числе провел более 10 персональных. Работники историко-культурного центра уверены, что это сотрудничество станет постоянным. У нас большие объемы, более 120 квадратов, и когда только стены украшены, это не очень интересно. А когда вот идут такие композиции, скульптуры, интерьерные вещи, это просто настоящее украшение, и мы будем его приглашать на эти выставки, в том числе и на сборные. Выставка «Вкус стали» будет работать до 24 февраля. Вход свободный. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.